Друзья, привет. Ну, включай. Две меня, цигель-цигель. Так, вот мы с Натусиком. Вот. Вместе решили выйти в эфир. Так, друзья, сейчас будем с вами болтать обе, вообще на любые темы, но также будем говорить, а давай поженимся в программе, о том, о чем я вам обещала поговорить. Потому что в магазин сходили, сейчас машина у нас на мойке, мы решили поесть и с вами поболтать. Привет, красотки, привет. Привет, ребятки, привет. У меня еще никого нет. Сейчас пока набираетесь, сейчас будем говорить на интересную тему. Прямой эфир, ой, господи, давай поженимся с Ларисой Гузей. Вы про вот эту историю, когда девушка пришла, я вам сейчас покажу этот эфир. Я несла там всякую чушь, у нас сзади очень, не очень хорошо, что он и куртики. Сейчас я их поправлю. Девчонки, сейчас Наташа с вами только поболтает со всеми, а у меня только шесть человек, вы еще сейчас наберетесь. А я вам покажу потом эфир этот, давай поженимся. Кстати, новый идет реалити-шоу, называется Яна Супер. Кто смотрит, расскажите впечатления. Это нет пока, что кто смотрит. Вот, друзья, Яна Супер. А сейчас мы найдем, значит, прямой эфир у меня на этом телефоне. Сейчас наеду вам, давай поженимся. А Наташа пока с моими и с вашими пообщается. Давай. Поженимся. Всем, друзьяшечки, приветики. Найти. Привет, привет, Наташи, тоже приветствую. Своих приветствую. Я вас тоже приветствую, дорогие друзья. Так, ну, сейчас можно несколько вообще обсудить тем, во-первых, обсудить тем с молодухой, во-вторых, обсудить тем еще вот с некой женщиной, вот такой вот. С некой женщиной-то огонь. Некая женщина, которая вообще там вещает просто адок. Вот, но мы поговорим, наверное, сегодня, ты видела это? Я видела, я нарезки. Но мы поговорим, наверное, все-таки, давайте всем помашем, помашем. Мы все-таки поговорим на тему вот этой девушки, которую бизнес-вумен с запросами называется, давай поженимся. Бизнес-вумен с запросами. Значит, девица пришла и говорит, вдруг, ни с того, ни с сего. Ребят, значит, смотрите, по выходным, субботу, воскресенье, утренние эфиры Дома-2 смотрите в интернете. Да? С 30-го числа новая сетка вещания на Рутубе. Она там жгла, говорят. Ну, наверное, я не знаю. Кто жгла? Вот эта тетка жгла. Так, теперь, теперь, вот, сейчас, вот, смотрите, значит, меня тратить деньги, да. Что вы надо дать? Пару миллионов в месяц как минимум. Вот если вы не будете донать, правильно я бы не дать? Что, можно перейти из разряда мужчин в нету мужчин? Почему все мои слова в время у нас передергивают? Почему вы мне все время перебиваете, не даете мне сказать ни одного слова? Да, сейчас, пока. Что дальше? Ладно, сделаем такой классный, первый канал. Слассовый так себе, я тоже могу сказать и против. Я надоела, что это Роза постоянно может говорить, что мама, да какая работа, что она, какой-то хрень, хрень, не все, она меняет, я постоянно не понял. Теперь ты смотришь частично, я своим говорю, значит. Друзья, придется нам с вами как бы параллельно есть и говорить. Короче, вот эта девка, она говорит, значит, мой мужчина должен зарабатывать минимум 2 миллиона в месяц. Это раз, два, все накинулись на Розу, на Сибитову, чего? Два миллион, молодец, да. На Розу, на Сибитову, на Ларису Гузееву, что она, значит, стала говорить о том, что вы вообще в своем умеете. Сделала такого мужика найдете, во-первых, во-вторых, пытаясь с такими запросами, в-третьих, это скорее всего бытовая проститута. На что она начала говорить, на вас подам в суд, вы такие перески. Я вот смотрю, многих ловишь, ну вот даже смотри дальше. Вот любой кусок свечи. Мы просто вам объясняем, что как бы происходит в принципе. Все накинулись на Розу, на Гузееву, и все как оглашенную начали орать, что они ее засаживали, что пришла нормальная девка. Но она ненормальная, ребят. Она реально с такими запросами, как будто бы у нее там, я не знаю кто. Как будто бы она прям такая, Наоми Кэмпбелл, мировая знаменитость. Понимаете? И вот самое интересное, не Роза, не Лариса, ничего ей плохого не говорили. Они просто спрашивали, кто вам нужен. И она говорила, вы меня сдастали, я хочу от вас подать в суд. Из Америки это для них норма. Что для них норма? Что для них норма? Наезжать на ведущих, орать и возмущаться. Что для них, что вы имеете в виду нормой? Что вы под нормой имеете в виду? Для меня, например, это ненормально. Ты пришла на программу, где здесь какие-то объективные вопросы? Что норма? Странно. А что ты молчишь? Я слушаю. Я просто когда не знаю, не видела программу, я не могу рассуждать, говорить, что и как. Я просто видела нарезки, то не с этой делаешь. Вот, ты видела же нарезка, как она все по-хамски вела, что такого ей сказала. Не та же Роза и та же Лариса. Ничего, понимаете, почему вы все, все затирают вдруг Ларису и Розу. Лариса всегда была очень достаточно жестко в своих высказках. Роза тоже говорит конкретик. И ставит из себя непонятно кого вообще, что она тогда крутая, зловая, что ты? Меньше двух миллионов, она не будет рассматривать мужики. Это помощник, она держит в нашли. Вся деньги, альфон. Мало того, мужчинам нормальных осталось вообще, не пойми, по пальцам пересчитать. У нее запросы, как у голливудской звезды. А сама обычная, совершенно среднестатистическая дама. Более того, когда Гузеева с канала, а значит, ты вы обычная русская бабонька? Она говорит, я не бабонька, я не бабок в штанах. Какое право вы вообще имеете такое на меня говорить? Я думаю, господи. А сама Гузеева ей говорит, а что бабонька? Бабоньки войну выиграли. Бабоньки, знаете ли, на бабоньках Россия держится. Нет, не надо меня сравнивать с бабоньками. Вот. Она им говорит, вы все переворачиваете, все утрируете, все не так. Я очень много чего не знала, я запутываю. Он входил в разряд мужчин, не допущенных мужчин. Какая тема? Тема. Мы хотим вцелить программу «Давай поженимся». С этой девицей, хабалкой, которая пришла и начала выпендриваться. И говорить о том, что ей нужен мужик, который зарабатывал бы 2 миллиона в месяц. Это как минимум. И стала засаживать ведущих. Все на ведущих ополчили. Ополчили. Все блогеры, многие. Многие люди, на самом деле, начали писать, вот они ее засаживают и так далее и тому подобное. Да. И я считаю, что ведущие велись абсолютно адекватно. Женщина вела, девушка вела себя просто как идиотка. Ей сказали, ты хочешь миллион 2 в месяц. Ты сразу об этом заявляешь. Ты давай проституция. И это нормальная оценка ее поведения. Всем привет. Женихи какие легальные. Так у нее женихи-то хорошие. Она выбрала одного жениха, который к ней не вышел. Из-за ее гадского поведения. Потому что она себя вела неадекватно. Вот. Нас не слышно, кто орет. Так, ребят, кто ушел, смотрите, пожалуйста, сегодня в 23.00. Нам вас плохо слышно. Мы поняли, что вам плохо нас слышно. Наташины подписчики, мне кажется, не любят говорить ни на какие темы, кроме участников. Поэтому с ними вообще что-либо обсуждать бесполезно. Они, знаете, ну такие очень. У них дом 2, и больше никаких тем в жизни не существует. Поэтому мы с вами, давайте поговорим, как вы считаете, провали вообще была Ларисон с Розой. И вообще, как вы считаете, не слишком ли удивиться запросам? Мне кажется, с такими запросами, знаете, за одно место и в музей. Лариса с Розой, посмотрите, какой у меня. Я сейчас вам покажу, что я буду есть. Это твоя история. Нет, это твое. Смотрите. Вот рисик. Том Ямчик. Друзья, ну давайте Оля Орлова с Кадони. Ну, конечно, вы же видите прекрасно на шоу Бородина против Вузовой. Что Оля Орлова с Кадони. Друзья, я все-таки хочу обсудить не Олю Кадони, Орлова с Кадони. Я хочу обсудить программу «Давай пожените». Как вам вообще эта девушка? Как вы считаете, это вообще адекватная реакция? И вообще, в принципе, она выглядит обычной среднестатистической девушкой. Вот серьезно. Вот ну, с такими прям запросами. Давайте я вызову, заходите с Таней и посмотрите, Таней. Не разрывайтесь, не мучайте. Не, зачем, веди свой эфир. Так, смотрите. Зачем вышелся? Люди, все, хотели посмотреть, ты говоришь, что улыбся. Вот, она зарабатывает миллион месяцев. Вот, она зарабатывает миллион месяцев. Блин, рублей, рублей. Если меня зарабатывает миллион месяцев, то она отказывается от этого. Хорошо, значит, вы в топе. Вы в топе. Вы собираете в шампанск. Вот, у вас в пудрячке пьете шампанск. Не буду знать великое выражение, вы пьете, кто пьет шампанское пудрое. Я завидую. Вот, у меня тест. А можно в студию бокальчики шампанского? Вы понимаете, значит, ей сделали тест, условно говоря. Она должна была выбрать дорогое шампанское. То есть, понять из трех бокалов, какой дорогой, естественно, она ничего не выбрала. Тебе нужно просто понять, как... Ей сказали, ты обычная девушка. Чего ты выпендриваешься? Я бы ей морду набил, хабалка. Вот, честно, абсолютно согласна. Помимо всего прочего. Вот, чего ты выпендриваешься? Ну, скажи, я вообще удивляюсь. Сейчас все, все какие-то ценности... У нас все потеряны ценности, ребят. У нас, короче, бабы выбирают мужиков за бабки. Поэтому мужики ополчились на женщин. Обозлились. Молодой человек. И им на самом деле... Они злые. Они почему не хотят строить отношения? Потому что девки сами виноваты. Потому что ведут себя подобным образом, понимаете? Вот так вот с мужчинами. Мужчины, естественно, думают, да нафиг вы вообще мне нужны. Если вам от меня нужны только бабки, понимаете? Пришла. Похоже, девака пришла себе цена поднять. Конечно, я тоже об этом говорю. Пришла себе поднять цена. Я не знаю, чем там она работает. Какой-то моноблогер. Но приходите говорить, мне нужен мужик, чтобы зарабатывал миллион два в месяц. С такими заявлениями нормальные, адекватные девушки не приходят, друзья мои. Если вы хотите, чтобы у вас был нормальный мужчина, вы должны прийти и сказать, я хочу встретить своего мужчину, свою любовь. В первую очередь. А потом уже, понятное дело, знаете, есть даже такое выражение хорошее, о таких вещах не говорят, как говорит моя мама. Кто говорит об этом? Ты уже смотри, оценивай. Но я к чему вообще все это веду? Роза и Лариса, как адекватные люди, пытались понять. Есть разные люди. Как хочет, так и ведет себя. Это ее жизнь. Это все понятно. Ведущие абсолютно правильно себя с ней вели. А она пришла засветиться на экране. Конечно. У меня другой момент. Я просто не понимаю. Так она же на них в суды собралась подавать. Она снимает теперь видосы. Я буду подавать в суд. На Розу, на Ларису. Они себя вели неадекватно. Они меня засаживали. И почему-то у нас очень многие блогеры, а у нас молодой человек, у меня даже ложки нет. Соответственно, начинают их засаживать. Хотя они, в принципе, ни в чем не виноваты. А самое, что интересное, самое, что интересное, что так все завидуют Ларисе Бузеевой, что, значит, Собянин, спасибо большое, подарил ей за 95 миллионов квартиру в Москве как, в общем, заслуженной артистке, народной артистке, в общем говоря. Ну да, он ей подарил типа квартиру в Москве. И салфетку у нас нет, да, похоже? А, подарил ей, значит, квартиру, и все так завидуют, и все так обсуждают. А то, что, извините меня, у блогеров стоит рекламный пост миллион и 300-400 тысяч, они как-то почему-то об этом забывают. И они смотрят на Ларисочку Бузееву и думают, завидуют ей, говорят, какая же ты сучка, что тебе, значит, Собянин подарил квартиру. Но, друзья мои, она артистка, народная артистка, она сыграла в очень известном, очень крутом фильме. Она сейчас ведет программу уже, на самом деле, 13 лет. Просто девушка, которая приходит и продает себя в программе «Давай пожените», к ней никогда не придет нормальный мужик, и она никогда нормального мужика не встретит. не только в программе «Давай пожените», но и в любой другой, друзья, в моей программе, понимаете? На самом деле все говорят, там все подстава, ты приходишь, ты... Поверьте мне, кому надо, туда приходят и встречают свою любовь. Я работала на первом канале и знаю, что это такое. Простите. Но. На «Давай поженимся» есть. Девушки, которые работают там с шеф-редакторами, они говорили, что у них было огромное, огромное, огромное количество пар, которые реально поженились. Да, ведущие себя даже вели очень тактично с этой дамой. Я тоже так считаю. Нет, может быть, конечно, здесь есть в моем эфире, кто считает. Спасибо большое, Машенька. Спасибо. Может быть, веду здесь есть в моем эфире люди, которые считают как-то по-другому, что они себя вели не тактично. Давайте это с вами обсудим. Почему я кушаю том-ям? Сейчас я вам покажу. Вот он. Том-ям. Средний, средний, средний. Господи. Остроты. Вот. Соответственно, я не понимаю, за что начали просто нападать на них. Просто за что. Объясните мне. Шла хабалка. Назначила свою цену. Цену эту всем озвучила. Потом в конце программы зашла за молодым человеком. Он закрылся дверь. С другой стороны, держал ей эту дверь и даже не выходил. Это просто был позор. По-моему, я впервые такое вижу. Ну, давай поженимся. Он не хотел выходить. Мало того, он вот так вот дверь держал. Это просто позор. Все потому, что она так себя вела. Она три раза выбегала из студии. Она грозила Розе подать на нее в суд. Она говорила Ларисе, что вы все перекручиваете и наезжаете на меня. Лариса была сама милота. Понимаете? Знаете, сколько этих придурков? К ним приходит. И что, она теперь устроена травами? Ну, все блогеры, типа, их травят. Ларису надо списывать уже со счетов. Она надоела. Они всех засаживают. Они такие пересеки. Роза вообще сапожник без сапог. Закрылся и не выходил. О, нужно посмотреть. Посмотрите. Да, это вроде бы Екитория. Я отметила там ресторан Рай. Почему-то у меня Екитория не вышла. Вот. Екитория. Кстати, Екиторий 20 лет в этом году. Ничего себе. Татьяна, а дату выпуска программы подскажете? Сейчас давайте подскажу. Выпуск от 7.11.2019. Вот. От 7.11.2019. Называется «Бизнесвумен с запросами». Вот так она выглядит. Это вот она шампанского тестит. Она говорит о большой натовке шампанского и тестит шампанское. В итоге она не угадает, чтобы вы понимали. Ну, как минимум, это красиво. Золотое платье, золотистый напиток. А вы на нюх только? Ну, на нюх тоже. Так. Прям как духи. Нет, этикетки. Не могу. Дайте этикетки. Дайте этикетки. Держи этикетки. Ох, моя. Не нашла, походу. Избился о нем. Я бы вот эту, например, не знаю, выбрала. Маша, понюхай ты тоже. Какой бы выбрали? Нет, Маша, не надо. Не надо. Это ваш. Какой бокальчик? Вот этот. Дорогой, да? Окей. А по какому качеству? Просто интересно. Ну, смотрите, я не люблю, например, если про алкогольные напитки, с сильными запахами, с оттушками, терпкие, какие-то вот такие. То есть, дорогое, вот, в дорогом отсутствует все, что вы сейчас перечислили. Нет, бывает разное. Бывает разное. И дорогое, и дешево. Выбирайте, дорогих дешево. Я не разбираюсь, я потому что фактически не пью. Я очень мало пью алкоголь. Окружаю. С тестом ты мимо. Нет, нет, просто здесь это был просто. Ну, я могу быть раз, не за четыре месяца. Да. Просто здесь все бюджетное. Все бюджетное. Ты видел меня, когда дверь руками поплотало, и рюху, и то надо попробовать. Из-за одной бутылки 300 рублей. Да ничего, просто вы вообще ни чем не разбираетесь. Из-за одной бутылки 300 рублей. А вы в чем разбираетесь? Я? Я разбираюсь профессией. Я всенародная сваха. И что дальше? Ваша тема вот такой славный первый канал. А если бы ни тревизи, ни извех, то не было бы вывели. Я 25 лет, занимаясь этой уникальной профессией. Сваха бы так себе, я тоже могу сказать и пройтись. Вот ваши вопросы, например, вот я считаю, что ну нет, ну честно, давайте без обид. Вот я не хочу никого оскорблять, на личности переходить. Да просто вы говорите, я ни в чем не разбираюсь, хотя вы даже меня не знаете. Да, вы там увидели, ой, шампанское дешевое, и что? Могу выпить разное, любое, понимаете, одежду могу одеть разное. Не знаю, какая не такая, Анечка, но народ признал меня, именно все народные. И меня тоже признали. Короче, друзья, она себя вела просто отвратительно. Она говорила о том, что Сваха, вы так себе, а вы, Лариса, ведущая, так себе. Вы вообще как бы здесь просто сидите и унижаете всех людей. Это было ужасно. Просто. Просто ужасно. Я хочу вам сказать следующее. С шампанским хокма получилось. Шампанское коллекционное можно определить даже пузырькам. Не пила, хоть прочитала бы. Да хоть не пила, не прочитала бы, да и не говорила бы уже ничего. Что она так круто разбирается в спиртных напитках, в шампанском, в вине и так далее. Если ты не делал, так ты не говори просто-напросто. Зачем ты вообще трещишь об этом? Разбираешься ты или нет? Ну, не разбираешься. Короче, друзья. А со второй чего? Что со второй? Взрослый? Я смотрела только анонсы. Я не могу прокомментировать, но по-моему, ей нужен молодой парень. Но она не просто взрослая, она фритчика. Кто же с ней будет? Друзья. Хотите, поздавайте мне вопросы, я вам на них поотвечаю. Насчет Дума-2, насчет ББ. Что вас интересует? Про меня, можете спросить. По поводу... Давай поженимся. Просто давно уже хотела сказать, что я эту девушку вообще не понимаю. Вот. Короче, вот такая история. Ну, ржачная роза с Ларисой. Ларис там вообще огонь. Вопросы вот нет. А то я выхожу. Если не будет, я выйду, потому что я есть хочу. И мне неудобно перед вами есть. Как стать участником? Отправляйте анкету на сайт. Анкету Наде Ермаковой. В кастинг-службу. Записывайте видео-визитку. Если вы понравитесь, если вы харизматичный, если вы активный, если у вас есть история, если вы хотите развиваться, быть на проекте и строить отношения, вы можете бы спокойно стать участником. Вы реально к Яббарова относитесь положительно. Я люблю, даю очки, ему хорошо отношусь. Очень хорошо. Как стать зрителем? Сергей ТНТ пишите, он вам скажет. Вы на всех участников подписаны? Нет. Почему при 50-ти тысячной аудитории у вас всего 50 человек? Объясню почему. Потому что я забросила свой инстаграм. Давно к вам не выходила. Очень-очень-очень извиняюсь перед вами. Перестала с вами общаться. Даже в сторис еле-еле записывала. Потому что было очень-очень много работы. Я просто запустила страницу, забросила. Но теперь я буду выходить каждый день. Еще и по нескольку раз в день. Поэтому народу мало, друзья мои. Потому что у меня была очень высокая активность. И потом просто напряги. Были проблемы со здоровьем. Были какие-то дела, которые нужно было решить. Были моменты, связанные с работой. Достаточно такие серьезные. Просто было тупо некогда. Вот. В каком сегодня мой мейк? Так что теперь будем каждый день общаться. И справлюсь. Татьяна, вы давно машину водите? Как отбавиться от страха за рулем? Недавно стала водить. Вожу машину 8 лет. Смотрите, у меня тоже поначалу присутствовал страх. Реально. Я переживала, боялась. Когда мне нужно было сворачивать. Я живу в Жулебино. И когда мне нужно было сворачивать на Рязанку. Вот это с этого моста, с трешки. У меня просто тряслись поджилки. Я себя брала в руки и ехала медленно, но ехала. Я вам могу сказать так, что это все у вас пройдет со временем. Нужно, чтобы прошло какое-то количество времени. То есть пройдет время и пройдет этот страх. И вы будете чувствовать себя в своей машине, как дома. Но этот момент нужно пройти. Это определенная такая грань, когда вы сами должны себя настроить на позитив. То есть все будет хорошо. Все будет хорошо. Не переживать. Я всегда сажусь в машину, молюсь. Обрат, когда дому еду, делаю то же самое. Потому что я считаю, что Господь Бог нам всем очень сильно помогает. Но только от вас зависит, как избавиться от страха. Нужно потихоньку отпускать ситуацию. И знаете что? Плевать на всех. С автомата я начинала. А нет, я училась на механике. А потом ездила с инструктором на автомате. Но знаете, я вам еще что хочу посоветовать. Вот, например... Если вы боитесь, если, например, что-то происходит на дороге, и вас-то смущает, врубайте аварийку. Плевать на тех, кто их сзади. Объедут. Кому надо, тот объедет. Спасибо вам большое. Извините, что я... Просто новогоднее награждение для участников будет-будет. Я вам скажу больше, что... Собака моя, слава богу. Я вам скажу больше, что новогоднее награждение будет не только для участников, но и у моих подписчиков тоже будет новогоднее награждение. Друзья, я хочу вас вот о чем спросить. Будет ли вам интересно, если я буду снимать для вас свой спорт? Мне кажется, вы поржете. Но я добьюсь хорошего результата. И тогда вы вместе со мной будете замотивированы. Спасибо, Яна. 603, 23. Спасибо вам большое. Простите, что я реально учусь хочу. Вот. Так, друзья, напишите ко мне. Есть захотели? Да. Со мной однажды в ресторане мужчина познакомился с таким значит с такими словами. Ты так красиво ела, мне захотелось с тобой познакомиться. Поэтому не знаю насчет, как красиво, но ем мне аппетитно. Дом-2 закроют в 2020 году. В СМИ пишут, да никто ничего не закроет. Ребята, вы что, прикалываетесь? Дом-2 на самом деле будет жить вечно. Прекратите говорить ерунду. Дом-2, дом-2. Ваше здоровье. Да, вы хороший мотиватор. Вы с моей папой тоже. Спасибо вам большое. Хорошего человека. И сестра ваша тоже. Наташа, тебе говорят, что хорошая. Спасибо огромное. Да, вот я буду снимать, как я буду заниматься спортом. Вот. В понедельник я еду покупать карту. Вот. Буду все вам выкладывать. И если что, мы будем вместе с вами заниматься. Вы мне будете прислать свои видосы, как вы занимаетесь. Я вам свои, как я занимаюсь. Будем обмениваться информацией. А потом можно будет встретиться там через пару месяцев и вообще устроить встречу с подписчиками. Каждый покажет свой результат. Можно даже устроить какую-нибудь вечеринку с подписчиками вместе. Мне кажется, это будет прикольно. Да, снимать побольше, что это было хорошим. Спасибо. Еще пишут, что Гриценко будет ведущим на Якчем. Про Гриценко ничего не знаю, честно. Вообще ничего сказать не могу. Гриценко не общаюсь. Сестра тоже работает на доме два дам. Шоу Бородина. Но мы работаем не на доме, там работаем в шоу Бородина против Бузовой. Я руководитель креативной продюсер, старший редактор. Мы как бы не на доме два дамы, мы на свое отдельное ток-шоу. Вот сеструля. Она в своем телефоне. Так, друзья. Ну что, я вас люблю, целую. Еще сегодня поснимаю вам сториз. А то одной заниматься силы, воли не хватает. А с вами, может, все же начну. Вот, я же говорю, давайте заниматься все вместе, мои все подписчики. Золотые, замечательные, прекрасные, которых я очень-очень люблю и ценю. Все вместе занимаемся. Будем разыгрывать призы. И денежные, и другие. Вот. В Новый год надо выйти красивыми, стройными и шикарными. Я вас целую, люблю. Хорошего вам вечера, ребятушки. Сегодня еще буду снимать много-много сториз. Люблю, целую. Так ваши подписчики не только в Москве. Как же к вам из Челябинска попадешь? Ну, друзья мои, значит, будем как-то решать эти вопросы. Может быть, кого-то пригласим на шоу. Если у вас будут какие-то актуальные вопросы, вы их зададите нашим участникам. А мы вам билеты платим за счет шоу. То есть, ну, будем решать эти вопросы. Или как-то будем онлайн общаться вместе с теми подписчиками, кто сможет доехать. Ждем фото в пальто. Будет не фото, будет видео. И так я вас целую, люблю. Не нужно доесть. И уже бежать за машиной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!